Всем привет, я Мадина, я учусь на втором семестре мегатроники в университете прикладных наук города Вюртсбург-Швайнфорд, и сегодня я хотела поделиться своим опытом в обучении и жизни Германии. При выборе университета я опиралась на несколько основных критериев, среди которых были прагматичность программы, местоположение университета, а также язык обучения. К этому в ФХВС бонусом шло то, что предоставляется Twin Program, с помощью которого можно получить обучение как на английском, так и на немецком языках, и при окончании вам будет сертификат о том, чтобы вы обучались на обоих языках. Как я уже упомянула, я учусь на специальности мегатроника на втором семестре. Меня привлекла эта программа тем, что она объединяет разные сферы инженерии, механику, электротехнику и также информационные технологии. Процесс поступления не вызвал у меня затруднений, все было довольно просто, и также информация была продублирована на русском языке на сайте университета, а при возникновении вопросов мне оперативно отвечали сотрудники через контактный формулер. Для поступления на мехатронику требуется иметь 12-летнее законченное образование, также предварительная практика и уровень немецкого языка от А2 и выше. Предыдущие два требования можно выполнить в течение первых двух семестров, и, насколько я знаю, с этого года ввели также требования по экзамену SAT. По большей мере программа состоит из теоретических знаний, однако вместо этого есть и лабораторные обязательные работы. И также, благодаря тому, что наш университет является университетом прикладных наук, большинство профессоров, если не все они, имеют опыт работы в производстве, чем они успешно делятся различными инсайтами во время занятий, что делает процесс обучения гораздо интереснее, зная, какие темы, предметы могут понадобиться в процессе работы. К сожалению, большая часть предыдущего семестра прошла онлайн, однако это помогло в адаптации жизни в Германии, что является плюсом. В общем и целом, я также могу добавить то, что первый семестр у меня ассоциируется с большим количеством новых знакомств, путешествиями и краткосрочной разум с программой. Однако первая экзаменационная сессия прошла для меня немного стрессово, так как все было очень новым, непонятным, я не совсем предполагала, как будет происходить процесс сдачи экзаменов, однако в этом семестре, я думаю, с этим всем будет гораздо легче. Немецкая система образования разительно отличается от казахстанской, хотя бы тем, что оценивание в Казахстане происходит не только на основе экзаменов, как здесь, но и также отталкиваясь от других факторов, как домашние работы, посещаемость и другие факторы. И другой особенностью является то, что отношения между преподавателями и студентами в Германии гораздо более расслабленные. К примеру, можно отталкивать с отличных причин, встать посередине лекции, и профессора к этому отнесутся очень спокойно. Но, думаю, это больше связано с разницей в менталитетах. Новых хобби у меня в Германии не появилось, но я продолжаю заниматься растяжкой и пробежкой с утра, однако большую часть своего времени я все-таки провожу зал учебы в библиотеке, что является очень удобным в университете, так как есть стадии рума, где можно готовиться вместе с друзьями либо заниматься в компьютерных комнатах. На данный момент у меня еще не было опыта подработки в качестве студента, однако многие мои знакомые со старших семестров подрабатывают, и по моим наблюдениям они довольно успешно сочетают работу и учебу. Также подработки в качестве студентов найти не так сложно, особенно если вы знаете немецкий на разговорном уровне. В обучении в университете мне очень нравится то, что мы можем сами составлять свое расписание и выбирать, какие экзамены сдавать в том и дневном семестре. Также есть дополнительные активы, которые можно брать по своему желанию. К примеру, в прошлом семестре я взяла японский язык и собираюсь продолжать его в следующем. По сравнению с другими англоязычными специальностями, среди студентов считается, что мехатроника самая сложная, и я с этим согласна. Однако я бы настоятельно рекомендовал эту программу тем, кто любит сосредотачиваться на технических предметах без гуманитарных наук. И если вы любите идти по пути наибольшего сопротивления, то добро пожаловать! Так как я учусь на англоязычной специальности, среди моих однокурсников только международные студенты. И, между прочим, среди них представители практически всех, наверное, национальностей, так как о многих странах я впервые узнала именно в университете. К примеру, как в Маврикии, познакомившись со студентками оттуда. Я нашла себе друзей, к счастью, не только среди международных студентов, но и среди казахов, которых здесь очень много. А также в целом я бы отметила то, что в Швайнфрте очень много казахстанцев, к примеру, поздних переселенцев. Всем известно, что Германия лидирует на международной арене именно по инженерии, поэтому после окончания обучения я планирую наработать здесь опыт, практику и, возможно, после завершения продолжить свое обучение на магистратуре. Также выпускники моей специальности часто говорили, что после обучения у нас будет большой выбор среди работодателей, так как специальности очень востребованные. Поиск жилья в Швайнфрте — это очень актуальная проблема. У меня всегда есть знакомые, которые либо переезжают, либо сейчас в поисках другого жилья. И мне в этом вопросе очень полезло, так как что первое свое жилье, что второе я нашла через знакомых достаточно быстро. Но я бы порекомендовала будущим студентам, начать поиск жилья как можно раньше, желательно сразу с момента, когда вы знаете, что вы будете обучаться в Швайнфрте или в Версбурге. Мне, безусловно, нравится жизнь в Германии. Я посмотрела на многие вещи под другим углом. И меня очень поражает до сих пор уляжный ритм жизни немцев. К примеру, я не перестаю удивляться, что в воскресенье все торговые центры и развлекательные места закрыты. Однако меня очень поражает развитый внутренний туризм Германии, что несомненно является большим плюсом. И, к примеру, в начале семестра, когда мои друзья только приехали в Швайнфорд, впервые в Германию, мы на дне рождения одного из друзей решили купить баварский билет и поехать в Версбург. Однако из-за того, что некоторые мои друзья опоздали, мы пропустили нужный поезд, но не отчаявшись, мы просто решили пойти на другую платформу и сесть на ближайший поезд, который поехал в Бамберг. Между прочим, тоже очень красивый и удивительный город. И именно эта возможность очень гибкого туризма, поездок внутри федеральных земель либо в целом в другие страны меня очень привлекает в жизни в Германии. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что мои ответы были вам полезны либо интересны. До скорых встреч и удачи в вступлении! Субтитры создавал DimaTorzok